МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У автобус только у маски. Отказные пассажиры закликают інших носить у громадским транспорте сродки аховы. Корыстная продукция и правилы безопасности. У Гомеля выпустили мыло с символикой МНС. А зараза об этом іншим больше подробязна. Выделение земельных участков, взнос сбудования, пытания, связанные с пенсийным забеспечением. До старшиня Гомельского облаканкама Геннадия Соловья сегодня подчас особистого приема со своими житевыми складанностями звернулися каля 10 человек. Усе проблемные пытания были подробязно обмеркованы и при необходности взяты на особистый контроль. Протягтаем мы у наступным репортажем. Забегающих рюху наперед можно ствержать, что после особистого приема у губернатора люди выходят с надеей на поспеховое выражение своих наболелых пытанью. Кожный зворот гена Целовей уважливо выслуховывая. Некоторые диалоги тягнутся боль за годину. Никто не перебивая и не спыняя. Павагады людей видовочная на кожным таким приеме. На гэтых кадрах Святлана Валасянкіна с поселку Юбилейный. Не было с ким покинуть унушку, тому в кабинете жаншина разом с коляской. И она пришла оборонять не только уласные правы, а лей выращать проблемы многих же хоров своего населенного пункту. Гэтый якость пятной воды и недостатковая вулешная освятлення и незразумелый график приема у дятей у мясовой амбулаторы. И высокие цены у адзины на увесь поселок Краме. Старшиня Аблвыконкам обмерковывая с людьми их проблемы и дае подрабязные отказы. Надежда умирает последняя. Вот все, что я могу сказать. Ну вообще Геннадий Михайлович, вижу в его взгляде открытость, его, то есть, к людям открытое доверие такое вот есть к нему. Ну, я надеюсь, что наши проблемы не только мои личные, не только личные, касающиеся моей семьи, но, наверное, всего поселка юбилейного в нашем Луковском сельсовете. То есть, я думаю, что они решатся со временем. Не все так быстро, конечно. Семья Радьковых пришла на прием до губернатора со складанным пытанием. И оно тишится одновление земельных межев на их участку у товаристве «Уласниковский ток» Гомельского района. История тягнется не один год. И, нарыште, подчас хуторки с Геннадьем Соловьем были вызначены конкретные шляхи в решение проблемы. Да, в увучении ситуации на днях, по загаде губернатора, подключатся юристы. Вопрос состоит в том, что, как бы мы не пытались восстановить справедливость, вот до сегодняшнего дня мы не видели, как бы, света в туннеле. Вчера мы были у председателя райисполкованного. Это впервые за полгода выслушал. И понял нас сегодня, будучи у губернатора, мы убедились в том, что все-таки есть у нас руководители, способные понять и помочь человеку. Поэтому мы заранее благодарны им. Что хоть слушали нас, нас никто не слышит. Геннадий Михайлович пообещал разобраться, поставил вопрос правильно, как мы считаем, и будем ждать результатов. Спасибо. Усе звороты, взятые на контроль старшиней Гомельского, а был выконкама Геннадия Соловья. Рашения по огученных пытаниях будут приняты у самый ближайший час. Марина Северьянова, Вольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня старшиня Федерации профсоюза у Беларуси Михаил Орда с рабочим визитом наведа у Калинковицкий район. Головная мета – обмерковать актуальные пытания ховы працы. Керавник профсоюзного руху ознайомился с деятельностью мясовых предприемств, где не зафиксованы травмы и несчастные выпадки на вытворчасти. Как у Калинковичах реализуется концепция нулявого травматизма, доведалась наша здымочная группа. Первый пункт рабочего визита – предприемство «Коммунальник Калинковицкий». Докладные его подразделения – Миницец. Короткая экскурсия по месту Пероканала. Процессы на предприемстве автоматизованы. Навад контроль за приходом и адыходом с працы и проверка на наявность алкоголя у крыви. «Коммунальник Калинковицкий» – предприемства, где на протягу уже пяти годов не отбывались аня счастные выпадки. Але не только высокая технологичность рабочего процессу да помогла добиться таких выникаў. На кожным вытворчым участку ёсць працавник, назначенный громадским инспектором. Усяго ях 22 человеки. Усе прайшли необходное навучание и тяпер пильно контролююць выкананне патарбаваннеў паахове працы. Тратець на гэта не мінш як 4 гадзіна на тыдзінь. Дарэчы, с захаванням зарплаты. У меня два участка. Это мини-ТЭЦ, где мы находимся, и ещё есть автотранспортный участок. На мини-ТЭЦ я сравнительно недавно, потому что ёё нас реорганализовали. Здесь была котельная. И с того момента я здесь нахожусь. Ну, конечно, здесь всё организовано на высшем уровне, на мини-ТЭЦ, как бы особых замечаний, как общественного спектра. У меня здесь таких нет. Концепция нулявого травматизму реалізована у полной меры. Михаил Орда отзначае, с гэта га пункту погляду предприемства для Беларусі уникальнае. Если б мы где-то посмотрели, какие-то офисные производства, там, где люди просто находятся, там в офисе, это одно. Но когда люди находятся, и находятся постоянно на улице, находятся постоянно в различных работах, производства, на транспорте, на машинах, мы понимаем, что это как раз тот участок, пример, который можно брать за образец. И можно говорить, что сегодня, если мы каждый день, сегодня будем свои усилия по этому вопросу объединять, и будем работать на конкретный результат ежедневный, у нас всё получится. Сёня, усусветный день деяния за достойную працу, Калинковицкий завод бытовой химии так само не мог застаться без уваги. Выпадка у травматизма тут не зафиксована. Старшиня Федерации профсоюза высоко оценил уровень аховы працы. Ещё одна актуальная тема под часу стречи – боротьба с пандемией COVID-19. Завод ещё известный, вырабляя антисептичные сродки и забеспечивая имя профсоюзной организации региона. Мы над этим продуктом начали работать ещё в 2019 году. То есть мы подготовились заранее, скажем, с апреля прошлого года. Поэтому уже был последний этап испытаний, что позволило нам достаточно быстро включиться в производство по борьбе с ковидом. Тема травматизма на предприемствах застаётся довольно острой. Всё лето в Беларуси по выниках 8 месяцев на вытворчасти загинули 95 человек. Ясше 433 отримали травмы. Основная причина – порушение працевной дисциплины. Керовництво профсоюзного руху подкресливое. Узровень аховы працы на калинковицких предприемствах приклад для усёй краины. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Пакуль люди крыху расслабилися и бодай, что перестали носить маски и корыстаться антисептиками, у «Гомельским аутопарку» номер один меры профилактики коронавирусу не переставали примать звясны. Зараз узмацнили я ещё больше. Наприклад, учёра сюды привезли новую парту масок – 3000 штук. Запаслися и дезрастворами. Марина Северьянова проехала по одним из городских маршрутов, а так само побывала у бокса-процовки автобуса. Геннадию Баранову – 76. Он – один из немногих пассажиров 17 маршрута, який в салоне автобуса у массы. Кажет, что носите его в всех громадских местах, да и просто на улице. Он уважливо прослуховывается до парад медиков. Упевнены, что маски треба носить обовязково. По телевизору что объявляется? Носите маски, носите маски, носите маски. Они, кто хочет, носят, кто не хочет. У меня дочка-врач сказала, не снимай. И тебе 76 лет. Это очень опасно. С пенсионером сгодна и еще одна пассажирка – Катерина Баранник. Женщина каже, что маски – надейный сродок для профилактики коронавируса и отдае перевагу стерильным с тканинами. Транспорт нашу обязательно, потому что это транспорт. То есть заболеть боитесь все равно? Ну уже, хочешь не хочешь, коли это получилось, надо уже придерживаться этому всему. Кондуктор 17 маршрута у маски и пальчатках. У сумки – антисептик. Женщина каже, что пандемия призвучала отказно относиться до своего здоровья, и берах шитых, то побачь. И намагания не пройшли дарма. Спочатку в основной эпидемии она ни разу не захворила. Сейчас люди в основном ходят без масок. Есть процент людей, которые в масках, но основная масса ходит без масок. Конечно, надо обезопасить себя, носить по возможности маску, если у кого нет противопоказаний. И, конечно, следить за здоровьем и себя беречь. Как пассажиры водители-кондуктор отшивали себе у большей беспеции, некольки разу на день автобусы опрацовывают. Например, за сутки на ГТМ это идет 200 литров дезинфицирования. Каждый водитель, каждый кондуктор у нас имеет средства своей безопасности в виде маски. У кондукторов дополнительно перчатки имеются и средства дезобработки рук. Также на конечных пунктах существует у нас дополнительная бригада, которая проводит дезобработку салонового автобуса. Процедура выглядит следующим образом. Приезжает автобус на конечный пункт, заходят люди в специальные экипировки, им мы выдаем дезинфицировки для обработки салона. Они проходят с пульверизаторов, обрабатывают сиденья, поручни, протирают антисептическими средствами. На складах автопарка запас охонных сродков и антисептиков на 2-3 месяцы. По мере необходимости его пополняют. Учера привезли 3000 масок. А кроме забеспечения работников масками, польшатками, антисептиками, для них, ясно с минулого года, сделали фитобар. Каждый может бесплатно пить травяные напои для умоцования иммунитета. Бесплатно раздают и витамины. В начале пандемии, кажут на предприемстве, супрационников, которые захворили на коронавирус, можно было полечить на пальцах одной руки. Довольно неплохая ситуация, гораздо меньше, чем это было весной. Практически мы работаем в том режиме, в котором мы были до эпидемии. У первого гомельского автопарка свыше 200 автобусов. На их працуют амальт 300 водителей и 115 кондукторов. Каждый будний день автобусы делают в сукупности амальт 1170 рейсов по Гомеле. Марина Северьянова, Йогин Макенко, Телерадо, компания Гомель. Гомельские шкловары завоевывают новые рынки. Макчумости буйнейшей вытворчасти предприемства Гомельшкло загружены на 100%. Сучасная линия по выработке шкла с покрытием один из основных инвестиционных проектов у Галине. Продукция выкрыстовывается у вытворчасти шклопакетов и при шклении будинков. На экспорты 80%. У списи партнеров Россия, Украина, Крайны Балты так само рыхтуются поставки в Венгрию и Румынию. Гомельское областное управление МНС и тлушевый комбинат реализовали совместный проект. В першине Украины будет выпускаться мыло с символикой МНС и правилами безопасности. Сегодня на предприемстве подрихтовали первую партию. Вероника Гамзюкова протягнет. Идею выпуска новой продукции на тлушевом комбинате подтримали за довольнением. В самые короткие термины специалисты предприемства распроцовали дизайн продукта и упаковки с QR-кодом, по яким можно перейти и поглядеть мультфильм «Чаровная книга». Анимационные герои расповедут и нагадают правила безопасности. Первая партия мыла готова и худко поступить у продаж. На сегодняшний день в Гомельской области уже создано порядка 26 товаров народного потребления с размещением социальной рекламы от МЧС. В Гомельской области уже велась работа непосредственно с Гомель-обоями фабрикой 8 марта по нанесению социальной рекламы на пакетах. Там информация о номерах телефонов службы спасения это 101 и 112. Также в различных районах используется социальная реклама на пищевых продуктах например на хлебобулочных изделиях на молочной продукции ну и в таком же формате. Гомельский тлушчевый комбинат поставляет продукцию в Россию, Украину, Польшу, США. Гетой в осенью была отправлена пробная партия в Сингапур. В ассортименте маргарины, майонезики, чупы горчицы, слонечковый и рапсовый аллей. Розные виды мыла. Утягу колесо не наименев. Худка белорусам пропонует еще одну новинку мыла с харчовым золотом. Плануется, что на Новый год оно поступит в магазины. Рыхтуется до запуска еще одна линейка присвеченная здоровому харчеванию. У ее распрацуют соусы не на творчевой основе. Протягивается и техничное переузброение. Предприятие проводит модернизацию. У нас есть второй завод. Он находится рядом с городом Мозырем. Там стоит прессовое оборудование, на которое мы давим семечку. Сейчас мы это немецкий пресса. Сейчас мы меняем полностью все оборудование. У нас будет оно новое уже на 40-й неделе на этой из Германии. Благодаря этой модернизации мы получим более высокий выход масла из семечки. И в жмехе, который остается и идет на корм скоту, будет больше белка, а меньше жира. Наступным этапом сопрацовництва МНС и Гомельского отлучшего комбината станет суместная работа над подрыхтовкой линейки дитячиха шампуня. На им так само будет символика ведомства и правилы беспечных поводинов. Вероника Гамзюкова, Валерия Гапанько, телерадио-компания Гомель. Проможца конкурса наставник года 2020 Вадим Лосев вернулся с узнагородами в Гомель и протягивает прямать веншаванне. Географа с 19-й школы напереды дни ушановывали у администрации Центрального района. У свою шаргу молодый человек выращил подяковать тем, кто допомагал ему на протягу споборництва. Вадим разом с коллегами с 19-й школы приехал у областный институт развития адукации с квенками и подарунками для методистов, которые рыхтовали его до конкурса и поддерживали подчас финалу в столице. Они поверили у него таланты с дольности еще подчас городского и областного этапов и дали шанс молодому географу выступить в Минску. Удячный переможца выращил подарить одну со своих узнагород малого кристального журавля Музею Института развития адукации. Такий сюрприз расчули у супрацовников установы. Мы очень рады, что те, кто закладывал основы конкурсного движения в Гомельской области, сегодня могут гордиться тем, что главная птица большой хрустальный журавль прилетел на Гомельскую землю. Замечательно, что есть уникальная возможность стать обладателем вот этого маленького хрустального журавля, что Вадим Олегович может его подарить в музей, потому что у него есть главная награда большая хрустальная птица. Наставники из Гомельщины удельничают в профессийном споборнистве с 1991 года. И в першине представник нашего региона завоевал перемогу в суперфинале. У картины галереи Гаурей Лавашченки открылась выстава светлогорского мастака Сергея Коваля. На ней представлено каля 30 работ разных годов. Основную участку экспозиции складает серия «Мои сябры» картины, присвеченные вядомым мастакам Пикассо, Шагалу, Ван Гогу, Мадельяне Уорхалу и иншим. Сергей Коваль працуев на прамку примитивизму и наивного живопису. Это мастацтва талиновитых самовучек, которые не отримали профессионные мастацкой адукации, но присвятились реализации творчого дару. Такий живопис часто подобается глядачам, бо практически каждый знаходит в картинах знакомые мастинные образы, радуются гульные фантазии и яркости каляровой мозаики, оптимизму и гумору автора. Живопис для меня это инструмент познания, общения, это зрительная книга. Может быть не настолько актуальна сейчас, но для меня она важна. Я себя художником не считаю, наверное, больше хеолог, потому что постоянно приходится путешествовать в своих мыслях, чувствах и по-своему рассказывать об этом людям, самому себе в первую очередь. Сергей Ковальна родился у вёсцы Якимова-Слобода Светлогорского района. Жил у Минску и имел шмат разных профессий от будовника до шофера. Потом вернулся в родную вёску и начал займаться живописом. В 2018 году Сергей был принят у членов Белорусского союза Мостаков. Его творчость вядомая не только в Беларуси, но и из-за межой Польши, Франции и Китая. Экспонаты для этой выставы продоставлены коллекционером Олегом Хусаеновым, Минской галереей Иксо и картинной галереей имя Пранишникова. Гэти, а так само инши новинны. Информацию об проектах телерадиокампании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Сотрудники милиции проводят проверку по факту обнаружения на одной из улиц Гомель самодельных металлических шипов. Йежи так в обиходе называют изделия сваренные и заточенные арматуры, которые случайно обнаружили сотрудники ОМОНа. Не подвела профессиональная интуиция. Они патрулировали город и увидели в частном секторе покрышку, прикрытую целлофановым пакетом. Решили проверить, а там сюрприз. Кто и с какой целью замаскировал тайник, сейчас выясняется. Обычно ежи применяются для разбрасывания на дорогах с целью остановки автотранспорта. По словам правоохранителей, до этого факта сваренную и заточенную арматуру находили у некоторых людей, принимавших активное участие в протестах. Оперативники наркоконтроля нашли в кровати у Гомельчанина пистолет, патроны и марихуану. Хозяин арсенала как-то проговорился близким, что застрелит любого незнакомца, кто сунется в дверь, а потом убьет и себя. Угрозам имелось логическое объяснение. В квартире у мужчины часто собирались наркоманы, чтобы покурить зелье. Учитывая риск, вооруженного рецидивиста наведал ОМОН. Операцию провели 15 сентября. Бойцы спецподразделения сработали профессионально, не дав возможность мужчине предпринять опасных действий. По заключению экспертов, пистолет ТТ с магазином и патронами изготовлены самодельным способом и пригодны к стрельбе. Возбуждено два уголовных дела. Вызвала милицию и пошла с ножом на участкового. В Гомеле 54-летняя женщина с помощью правоохранителей попыталась решить конфликт с мужем, а в итоге едва не набросилась на инспектора с холодным оружием. Когда заявительница открыла дверь участковому, муж, с которым она поссорилась из-за плохо покрашенной двери, уже спал. Инспектор начал оформлять документы, но хозяйке что-то не понравилось и она схватилась за нож. Офицер попытался успокоить женщину, но та не реагировала. Не смог утихомирить даму сердца и проснувшийся супруг. В какой-то момент хозяйка одумалась и откинула нож. Однако, как только поняла, что ее собираются отвезти в участок, схватило два. Милиционеру пришлось выбивать ножи из рук отчаянной домохозяйки. Возбуждено уголовное дело. В Мозере после ДТП госпитализирован водитель автомобиля ВАЗа, с которым столкнулся Рено Лагуна. Авария произошла на закруглении дороги. 41-летний водитель Рено выехал на полосу встречного движения и врезался в автомашину «Жигули». Водителя «семерки» увезла скорая. В ГАИ просят автомобилистов не нарушать правила обгона. С начала года по этой причине в Гомельской области произошло 13 ДТП. Два человека погибли. Спиртное враг подростка о беседу с несовершеннолетними провели инспекторы ИДН Добружского районного отдела внутренних дел. Цель рассказать детям о воздействии алкоголя и негативных социальных последствиях пагубной привычки. Как правило, подростки не задумываются об этом, а в момент распития спиртного в компании молодым людям часто свойственно желание не казаться белой вороны. У некоторых употребление крепких напитков может перерасти в алкогольную зависимость и стать настоящей проблемой. По словам инспекторов, чтобы этого не допустить, важно найти способы заинтересовать подростков, снять их свободное время, выработать желание учиться и добиться успехов во взрослой жизни. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Влада Васильева. Здравствуйте. В Мозорской славе новый игрок. Команда подписала аргентинского футболиста Гидаратта. Полузащитнику 21 год. С 1 июля прошлого года он числился свободным агентом. Ранее выступал за футбольный клуб Гибралтар Юнайтед. В его составе занял 4 место в местном чемпионате. Завтра в Гомеле стартует областная спартакиада среди детско-юношеских спортивных школ по плаванию. Пройдет турнир на базе с дюшор номер 7. Он соберет около 220 участников из Жлобина, Мозыря, Калинковичей, Светлогорска и Речицы. Всего 14 команд. Начало соревнований в 14.00. В Гомеле также проходят Олимпийские дни молодежи и первенство области по тяжелой атлетике. Площадка для стартов зал спортивного комплекса Гомсельмаш. В турнире ОДМ участвуют юноши и девушки 2003 года рождения и моложе. В первенстве выступают спортсмены помладше 2004-2005 годов рождения. Всего 150 участников. Итоги соревнований подведут 10 октября. Очередной раз гомельские спортсмены привезли кубок за первое место в командном зачете чемпионата Беларуси по спортивной акробатике. Гомельчане Алексей Заяц и Артем Ященко завоевали золото в мужских парных упражнениях в Многоборье. Одни опередили своих товарищей по команде Максима Маркевича и Олега Михалевича. В этой же номинации в финале динамических упражнений пары поменялись местами. Золото у Маркевича и Михалевича, серебро у Заяца и Ященко. В смешанных парных упражнениях в Многоборье победили гомельские спортсмены Илья Фоменков и Виктория Охотникова. В балансовом упражнении смешанных пар победителями стали чемпионы на втором месте Фоменков и Охотникова. Завтра стартует чемпионат БФСО «Динамо» по пожарно-спасательному спорту. В турнире примут участие 8 команд. За каждую будут выступать и женщины, и мужчины. В первый день соревнований атлеты будут определять лучшего в подъеме по штурмовой лестнице на этаже учебной башни и на стометровке с препятствиями. По этим дисциплинам подведут промежуточный результат, а также определят победителей в двоеборье. 9 октября спортсмены будут состязаться в боевом развертывании, после чего подведут итоги общего зачета. Запланирована и прямая трансляция. Посмотреть ее можно на трех платформах на YouTube-канале, группе ВКонтакте и официальной странице Белорусской Федерации пожарно-спасательного спорта на сайте МЧС. А на этом пока все. С новостями спорта ознакомила Влада Васильева. Оставайтесь на «Беларусь-4 Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова